Елена Верховых, которая пять лет возглавляла местное отделение Союза Женщин Подмосковья, покинула свой пост. На ее место и состав организации была избрана Анна Зайцева. Кардинальные перемены в составе Союза объявили на конференции, которая удачно совпала с Международным Днем Девочек. На встрече также присутствовали сотрудники Люберецкой администрации. В Люберецком отделении Союза Женщин Подмосковья состоят 260 жительниц городского округа. Это руководители крупных предприятий, депутаты, многодетные мамы и общественные деятели. Представительницы слабого пола принимают активное участие в жизни муниципалитета. Разрабатывая различные социально-культурные и благотворительные проекты, они вносят значительный вклад в развитие округа. Последние пять лет Люберецкими женщинами руководила Елена Верховых. На внеочередном собрании Координационного совета она сложила свои полномочия. Время идет, и есть очень много проектов, которые надо к этому подходить более серьезно. Более ответственно. И вот такие моменты, вот я даже больше переживаю то, что не успела, как говорится, не смогла. И долго подбирала человека. Своё дело Елена Верховых доверила Анне Зайцевой, экономисту по образованию, основателю благотворительного фонда «Светлый мир». Нового председателя общественной организации поздравил глава округа Владимир Ужицкий. Человек вы цельный, такой настойчивый. Но я думаю, что эта должность, она должна вам еще больше дать вот этой настойчивости. Пожелаю вам, чтобы и здоровье сохранить. Семья у вас, я понял, замечательная. Анна Зайцева поблагодарила за оказанное доверие и пообещала приложить все усилия, чтобы общественная организация расцветала во благо всего городского округа. На своем первом собрании новый руководитель озвучила наиболее приоритетные задачи. Первый проект, с которым мы планируем вступить в 2018 год, это проект «Знамя Победы». Он уже был заложен ранее в поселке Томилино. Идея создания самого проекта была Елена Анатольевна. При поддержке редакции газеты «Томилинская новь» мы смогли его реализовать в поселке. И в дальнейшем мы планируем его развивать во всем округе. На данный момент на «Знамени Победы» вышито чуть более одной тысячи имен героев Великой Отечественной войны. При поддержке руководства городского округа Люберцы это полотно планируется расширить до 10 тысяч лоскутков. В следующем году к участию в проекте организаторы привлекут общеобразовательные учреждения.